Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста послания к римлянам 11 глава 28 стих, мы зададимся следующим вопросом. Считали ли апостолы иудеев за врагов своих или за возлюбленных Божиих? Попробуем ответить на этот вопрос. Этот вопрос является актуальным, потому что до сих пор отношение к еврейскому народу в мировом сообществе, в христианском, церковном сообществе, все это очень разница. И разница достаточно сильно. От такого доброго, любвеобильного отношения к иудеям до резко отрицательного и даже враждебного. Но что об этом говорит само Священное Писание? Во-первых, надо понять, что мнение каждого из нас, предпочтение каждого из нас — это то, что глубоко субъективно. Объективной является только правда Божия. И когда мы беспристрастно исследуем правду Божию в формате Божественного Откровения, книг Священного Писания Ветхого и Нового Забета, в творениях отцов Церкви, мы начинаем понимать, что истина навсегда где-то посередине. Она как бы между крайностями человеческими противостоит и одной крайности, и другой, и предлагает нам некий срединный, то есть царский путь, как царский путь понимался в древние времена. Когда человек раньше восходил на престол, то ему предлагалось полностью забыть о своей прежней жизни. Почему это важно? Потому что в прежней своей жизни человек действовал как субъект или объект, который кому-то приближается, от кого-то удаляется в зависимости от личных симпатий. Но когда человек становится государем, он должен одинаково, справедливо относиться ко всем своим подданным. И вот срединный царский путь – это христианский путь, потому что каждый христианин, как говорится об этом в Новом Завете, фактом своего крещения и особенно мира помазания принадлежит к царственному священству по благодати, не больше и не меньше. Так вот, в послании к римлянам, одиннадцатая глава, двадцать восьмой стих, мы прочитаем еще и в контексте двадцать девятого, говорится о том, что отношение к еврейскому народу двойственно. Казалось бы, мы стараемся избавляться от противоположных мнений и искать где-то путь посередине. Так вот, решение находится при объединении двух взглядов в нечто среднее. Давайте прочитаем этот текст. Послание к римлянам, одиннадцатая глава, двадцать восьмой и двадцать девятый стих. «В отношении к благовестию, то есть в отношении к проповеди Евангелию, они, то есть иудеи, враги ради вас». Ради вас – это ради уверовших из всех других народов, кроме еврейского. «А в отношении к избранию возлюбленные Божие ради отцов». Каких отцов? Ради Авраама, Исаака и Якова. И далее двадцать девятый стих. «Ибо дары и призвания Божия непреложны». Что значит дары и призвания Божия непреложны? Бог не меняет своего слова. Даже тогда, когда завет заключается с человеком, и со своей стороны человек часть завета нарушил, а Бог не меняет своего слова, потому что Бог не человек. А давайте вспомним, как был заключен завет с еврейским народом. Он был заключен с одним человеком, с Авраамом, потому что Бог сначала избрал Авраама, а через него его потомство. Это книга «Бытия», 22 глава, 15 по 18 стих. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, мною клянусь, говорит Господь». Вот нигде во всей Библии мы не найдем, чтобы Бог явился кому-то и клялся бы самим собою. Нету такого. «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов своих и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался глаза моего». Вот то, что услышал Авраам, здесь свидетельство и о еврейском народе, который будет умножен как звезды небесные, как песок на берегу моря. Но согласитесь, все-таки это разные вещи. Звезды на небе и песок на земле. И здесь тоже двойственность еврейского народа. Бог как бы говорит, если будете верны моему слову, если будете верны моему слову, вы будете сиять на небе, как звезды. А все писания говорят о Христе. «А если будете неверны», как бы говорит Бог, «да, вас будет много, я не изменю своего завета с Авраамом, но вас будут попирать ногами, как песок на берегу моря». Далее. «И овладеет семя твое городами врагов своих». То есть Господь даст им землю, которая от начала, она была отдана Симу, сыну Ноя. И она принадлежала семитам, но как-то там поселились хамиты. И вот самый важный момент. «И благословятся в семени твоем все народы земли». Вот здесь о семени говорится в единственном числе. Речь идет об одном потомке Авраама по плоти, в котором благословятся все народы земли. Это Господь наш Иисус Христос, Мессия. И его родословие по Евангелию от Матфея и начинается словами «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Смотрите, что пишет святитель Иоанн Златоуст. Это его гамилия, беседы на послании к римлянам. «Поскольку вы, язычники, были призваны через проповедь апостолов, то иудеи стали упрямее от зависти. Однако Бог даже тогда не пресек ваше призвание, но ждет». То есть Бог не пресек призвание евреев, но ждет, когда они одумаются, и в то же время ждет, пока не войдут все те из вас, это уже из язычников, кому предстоит уверовать. И тогда придут иудеи. И это мы можем найти у многих других отцов церкви, которые соглашаются с тем, что рано или поздно еврейский народ примет Христа как своего Мессию, и тогда возрыдает каждое колено особо, как рыдают о Единородном Сыне. Так говорили пророки. Итак, сегодня мы рассмотрели вопрос очень интересный, который говорит о двойственном отношении к иудеям. Поэтому, если кто-то скажет, что они враги нашей веры, он сказал очень однобоко. Пусть добавит. «Но ради Авраама, Исаака и Якова они возлюбленные Божьи». А если кто-то скажет, что они возлюбленные Божьи ради Авраама, Исаака и Якова, это тоже немножко однобоко. Пусть озвучат другую позицию, но отвергая благовествование Святого Евангелия Господа Иисуса Христа, они оказываются противниками правды Божьей, истинной Господней. И вот об этом надо помнить, чтобы, не впадая ни в одну, ни в другую крайность, выдерживаться царственной середины царственного восприятия. Итак, сегодня мы рассмотрели еще одно из сложных мест Священного Писания по посланию к римлянам. Если мы будем живы, Господь позволит. В следующий раз мы продолжим наши беседы. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших новых выпусках. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и подпишись.